Всем доброго времени суток, с вами Артём, это шестая серия прохождения последней воли Шерлока Холмса. По-прежнему с вами находимся в тюрьме, где сидит опаснейший преступник в прошлом, Ганс Шильман, который по совместительству ещё является химиком, специализирующимся на ядах. Собственно говоря, у нас именно проблема в том, что мы столкнулись с известным нам ядом. И может быть Ганс Шильман нам про этот яд что-нибудь да расскажет, что-нибудь да, собственно говоря, прояснит ситуацию. Мы взяли его перо, мы всё в принципе сделали и идём сейчас к нему, отдаём перо. И, собственно говоря, спрашиваем его про этот яд, что ему известно. Как чё ты, знай я, что левый шифт не хочу сейчас бегать? Здорово! Шильман Ганс. До скорой встречи! Подожди, 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 Ганс, сейчас всё будет. Берём его перо и даём ему. Ну? Вот. Вот то, что вы просили. Ваше драгоценное перо. Вы раздражены, мистер Холмса. Я бы даже сказал, ужасно взволнованный. А вам какое дело, мистер Шильман? Давайте поговорим о яде. Вы мне неинтересны. Ваши эмоции вполне естественны для джеловека, столкнувшегося с необъяснимыми. Но что до мистера Холмса? Вы ведь смущены, не так ли? Вы что-то скрываете. Довольно, Шильман. Вы сдержали своё слово, поэтому я сдержу своё. В данный момент яд, которым вы так интересуетесь, ещё не готово. Его создатель сдолгнулся с очень большими трудностями в достижении своей цели. И какова эта цель? Ну, мистер Холмса, как и в любом научном изыскании. Как сказал Декарт, стать хозяином и повелителем природы. Разумеется, я говорю о человеческой природе. Проблема заключается не столько в составе вещества, сколько в его долговечности. О чём вы? Видели ли? Этот яд создаёт из очень редких и при этом хрупких и недолговечных компонентов. Его можно производить только в малом количестве. И самое главное, хранится он очень недолго. Создание подобного продукта в специально оборудованной лаборатории не составило бы труда для любого хорошего химика. Но воспроизведение его в нужных, гораздо больших масштабах. Всегда держать наготове, создать и тщательно поддерживать все необходимые условия для хранения этого вещества. Что ж, на такое способен только гений. Замневаюсь, что автор этого яда справится с такой задачей. А вы бы, разумеется, справились. Конечно. Какое счастье, что остаток жизни вы проведёте в тюрьме. Удача приходит и уходит. Блуждает по кругу и рано или поздно возвращается. В моём случае, змею надеется, что этот круг будет очень недолгим. Холмс, мне показалось, что Шильман намекает на возможную попытку побега. Именно. Надо предупредить директора. В смысле? Нихера себе. Пойдём предупредим директора. Там Шильман сейчас побег готовит. И усильте охрану там, все дела, сигнализацию. Рад служить, мистер Холмс. Нихер мне служить. Надо... Короче, зря мы ему отдали пиро. Скорее всего, там содержится какая-нибудь кислота, которая сейчас разъедет решётку. Он же химик, ядрит, мадрит. Пойдём директора предупреждать. Директор! Ядрит твою немать! Сейчас у вас тут будет это... Побег! 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 А вот он. Хватит свою дочь ругать. Нет, незаконный ребёнок не будет носить фамилию Паттерсон. Не хочешь сообщить мне, кто отец, так отправляйся к нему. Я тебя не задерживаю. Я... Не могу! Господин директор, придётся отложить вашу семейную сцену. Боюсь, что грядут серьёзные события. И действовать надо быстро. Вы же не думаете, что... Увы, слова Шильмана не оставляют сомнений. Он задумал совершить побег. Мы настаиваем, чтобы вы обыскали его камеру. Вы действительно считаете, он что-то прячет? Я же обязан составить рапорт и представить веские причины для обыска. Директор, ваша тюрьма держится только на своей хорошей репутации. Подумайте о последствиях побега. Вас тут же закроют. И какой пост предложат тому, кто упустил опаснейшего заключённого? Вы правы. При директоре Паттерсоне никто из этой тюрьмы не сбежит. Я прикажу немедленно обыскать камеру Шильмана. Окей. Докладывает главный надзиратель Джеймс. Мы обыскали камеру Шильмана. Ничего подозрительного. Благодарю вас, Джеймс. Что ж, хорошо. Не в обиду вам, мистер Холмс. Я рад, что вы ошибались. Как я понимаю, нам тут больше делать нечего. Идёмте, Холмс? Нет, надо ещё немного подождать, Ватсон. И чего же? Мистер Холмс, прошу извинить. Мисс Дженни хотела бы поговорить с вами наедине. Она у себя в кабинете. Вот этого, Ватсон. Но как вы узнали? А при чём тут? Подождите меня в комнате охраны. Я недолго. Ха, чё-то тут не так. Шерлок Холмс, такая знаменитая личность. Вы, должно быть, пережили вместе с ним столько приключений. Да уж, с избытком. Я думал, он не ошибается. Но ничего необычного в камере красобоя не было. Неужели Холмса подвело чутьё? Пиро, пиро. Я должен признать. Надзиратель Брайтон, немедленно ко мне. Это приказ. Кажется, директор вне себя. Да, дело важное, раз уж он сдёрнул Брайтона с поста. Потому что... Не хотел бы я быть на его месте. Он его дочку трахнул. Началось. Вы слышали этот вопль? Да, очень странно. Так братья Флинт ещё не кричали. Но почему же О Салливан не поднял тревогу? За мной, Маккензи. Посмотрим, что там. Я пойду с вами. Нет, доктор, вам туда нельзя. Подождите меня здесь. Хорошо. Но... Решётка заблокирована. Мы здесь заперты. Это ты. Он поднимается снизу. Я говорил. О Салливан, вы нас слышите? Это яд. Это не дым. Это Шельман сделал яд с помощью своей ручки. Я могу чем-нибудь помочь. Там химикаты были спрятаны. Учите сигнализацию в комнате охраны. Это разблокирует дверь. Быстрее. Посолил он в опасности. Ааа... Не работает. Чего делать-то? Заперто. А ё-моё-ть? Охранники в работе... Да ебить тебя в рот. Чего делать-то? Фигнализацию отключить. Где? Комната охраны. Это где? Нет, это не тут. Ааа... Что это за комната? Нет, ничего интересного. Иди, твою мать. Где комната охраны? Нет, ничего интересного. Который отключает сигнализацию. Нет, ничего... Нет. Где Холмс вообще, Игорь Мадрид? Нет, ничего интересного. Почему я должен за Латсона играть? Надо включить сигнализацию. А, вот. Нет. Надо включить сигнализацию. Твою мать, и она включается-то. Дверь заперта. А, из-за нее слышны крики и плач. Семейный скандал в разгаре. Значит, они меня не заметят. Окей. Дверь заперта. Ааа, твою мать! Чего делать-то? Сейчас у... Сигнализация-то. Вот она, сигнализация-то. Не работает. Чего не понимаю. Дверь дом какой-то. Может, ключи какие взять? Нет, 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 нет. Нет. Заперта. Включить сигнализацию. Так вот она. Не работает. Она не работает. Что я должен сделать-то? Ужьем выстрелить? Какой не понимает. Вот здесь. О, Салливан! Вы меня слышите? О, Салливан! Ответьте! Да! Я здесь! Скорей, вытащите меня отсюда! Флинты вырвались на свободу, и они дерутся, как черти! Так это не... Это катастрофа! Это не... Это не... Подожди. Жаря. Полос-то как уши. Шильман переоделся в Салливан. Это не твою мать. Ааа, я не понимаю, что мне делать. Отключить сигнализацию. Где она отключается? Вопрос в этом. Очень интересный. Вот это? Нет. Здесь где кнопка? Чё не понимаю, что мне делать надо. Ну вот она, сигнализация. Она не отключается? Не работает. Подожди, может ножом? Не работает. Нет. Заперто. Чего делать-то? Объясни ещё раз. Почему вы не включаете сигнализацию? Не могу, она сломана. Я побегу к директору. Нет, доктор. Сейчас самое главное спасти у Салливана. Пройдите по коридору для посетителей и позовите его. Хорошо. Возьмите ключи. Они в нашей комнате. Ключи я видел. Это самое. Там не Салливан. Там... Сейчас... Сейчас Ватсон выпустит Шильмана, который переодет в Салливана. Ну, ядрит-мадрит. Ну, это... Ай, твою мать. Ну, Ватсон... Не работает. Как не работает? Вот, Шнеллер. Разве Саймон говорил Шнелле? Ну, Ватсон, неужели ты не слышишь... Что это не... Появился. Где ты был? Ватсон только что выпустил опасного преступника. Я включу систему. Ватсон, следите за контактом. Надеюсь, это не опасно? А... Чего делать-то? Хм... Как? Да как? Да почему? Вот легко. Работает. Прекрасно. О! Спускаемся! Берегите. Их он уже убежал. Ему Ватсон только что ключи отдал. Мы знаем, что делать в таких случаях. У нас оружие. Помогите нам, Ватсон. Неужели ты не слышал... Говарта немецкий. Ядрит-мадрит, Ватсон. Ну, теперь все в порядке. Спасибо за помощь, джентльмена. Всегда рады. Но где же О Салливан? Его здесь нет. Может, ему удалось выбраться через вход для посетителей? Да. И наверняка он рад, что ушел из подвала живым. Так, теперь надо проверить все камеры. Таков порядок при тревоге. Мы вам поможем. Вам нравится впустую тратить время, друг мой. Я буду ждать вас в приемной. Так, проверить камеры. Эээ... Федит. Федит. Да хрен с ними. Главная камера Шильмана. Как? Решетка открыта. Плохо дело. Я говорил, я говорил. Лежит под одеялом. Без движения. Как он может спать при таком шуме? Что-то с ним не так. Может, он отравился дымом? Надо осмотреть его. Осторожнее, доктор. Он опасен. Это не он. Это как раз Салливан. Да. О, Салливан! Невозможно. Он же был с нами всего пару минут назад. Разве что... Разве что это был не О, Салливан. Боже мой. Он сбежал. Крысобой сбежал. Живо найдите Холмса. Его выпустил кто? Глубоко уважаемый доктор Ватсон, который кинул ему ключи, подумав, что это О, Салливан. Он же прям, ну, явно бы немецкий акцент был. Ну, Ватсон, ну, ухи-то надо было бы мыть. Ну, я не знаю. Ну, что ты... О, все. Выпустили опаснейшего химика, который, кстати, может завершить создание яда. Беда-бедой. Беда-бедой? Где Ватсон? Ой, Холмс. Холмс, беда-бедой. Холмс, вот вы где. Ганс сбежал. Боюсь, с этим допросом мы с вами дали маху. Отнюдь, мой дорогой друг, как раз наоборот. Следуйте за мной. В смысле? На кой черт вы притащили меня к стенам тюрьмы? У нас назначена встреча, Ватсон. Что будем делать дальше, Холмс? С кем? Посмотрите, кто нас ждет. Шильман, ядрит твою мать! Шильман, я вернусь и приведу охрану. Успокойтесь, он не опасен. Но, что он тут делает? Почему он не скрылся? Потому что я его попросил. То есть вы помогли ему сбежать? Разумеется. В одиночку он бы никак не справился. Но как? И почему? Он опасный безумец. Вы сделали меня соучастником этого побега? Так потрудитесь дать объяснение. Вы их и получите. Но сейчас самое главное сопроводить нашего нового друга в безопасное место. Это недолго, и я пойду один. Потом найду вас, только скажите где. Ладно. Надеюсь, вы знаете, что делаете. А вы сомневаетесь? Возьмите записи, они вам пригодятся, когда будете описывать наш визит в Уэстгейт. Так где вас искать? Кенсингтон, это, собственно говоря, место, где племянник сидит епископом. Мы там только не были. Учается. Скорее всего, за то, что Холмс помог бежать Шильману, Шильман поможет с ядом. Может быть, создаст нейтрализатор этого яда, противоядие или как-то... Блин, но выпускать такого опасного преступника ради того, чтобы раскрыть это дело. Наверное, Холмс знает, что делает. Ну, это просто поворот. Просто... Ну, это просто сейчас надо просто вообще... Ладно, Кенсингтон. Я думаю поискать племянника епископа в Кенсингтоне. Отлично. Ждите меня там. Пипец. Побег стал возможен благодаря перу Шильмана. Я обнаружил ее ячейки в камере хранения записку. Могу процитировать по памяти. У кого хватит ума, чтобы открыть сей контейнер, должен знать. К чернилам, что содержится в пере, перемешана пара капель моего особого препарата. Раз вы читаете эту записку, значит я оказался в трудном положении. Потому знайте, мои чудо-чернила, попав на кожу, могут на время сломить волю любого человека. У вас будет несколько секунд на то, чтобы отдать ему приказ, который тот не сможет воспротивиться. Если вы осознали все величие моего гения, воспользуйтесь этим пером и вызволите меня из той глупой западни, в какую я очевидно угодил. Шильман заблаговременно оставил инструмент своего будущего спасения в контейнере с кодовым замком. Эта мера позволила надежно защитить перо от рук сотрудников тюрьмы. И только хорошо информированный друг смог бы до него добраться. Осознав это, я решил подыграть Шильману. Однако у меня был свой план. Я собирался помочь ему сбежать, чтобы затем воспользоваться его же собственным творением против самого беглеца. А передав Шильману перо и тем самым дав понять, что игра началась, я стал двигать свои пешки. Моим первым ходом было убедить директора в том, что необходимо обыскать камеру. Таким образом, я дал Шильману возможность подчинить себе надзирателя Джеймса. Шильман намазал решетку камеры отравленными чернилами. И надзиратель Джеймс, взявшись за нее, на несколько секунд оказался в его власти. Шильман тихо приказал Джеймсу отдать ему ключи. Затем снова настал мой черед действовать. Теперь мне нужно было придумать, как нейтрализовать надзирателя О. Салливана. Тот должен был дежурить на нижнем этаже, как нам подсказало расписание дежурств, составленное мисс Паттерсон. Должен признать, юный надзиратель, сам того не желая, здорово мне помог, когда попросил расписаться в журнале посещений. Всецело поглощенный рассказом Холмса, я мысленно вернулся к этим событиям. Я вспомнил, что Холмс поставил свою подпись в журнале еще до того, как отдал Шильману пирог. Я поспешил сказать ему об этом. Холмс ответил чрезвычайно раздраженным тоном. Ну естественно. У меня всегда все продумано. Именно поэтому в той игре, что мы с Шильманом вели, я все время был на шаг впереди. Инициатива была в моих руках, хотя он-то думал, что все как раз наоборот. Шильман и не подозревал, что я уже успел подменить его яд. Он решил, будто заснувший на своем месте О. Салливан, это просто удачное совпадение. Потому-то и не заподозрил ничего, когда обнаружил в кармане у надзирателя рекомендательное письмо. После этого Холмс вернулся к тому месту, на котором прервал свой рассказ и дал мне понять, насколько неуместна была моя ремарка. В общем... Подожди, что за медалью брать? А, ну это влюбленных. Как я и говорил, Холмс все продумал всегда все заранее. Так, пьероид мы читали, это мы читали, это мы читали. Так, неуместна моя ремарка. Единственное, здесь не написано для чего и куда Холмс повел Шильмана, этого опаснейшего преступника. Но мне кажется, что... Холмс все продумано. И этот побег не зря. Если этот побег зря, то Холмс и доктор Ватсон преступники, соучастники этого побега. В общем, как-то так. Я так понимаю, нам сейчас надо отправиться... Что? А, ну, Кингстон, племяннику епископа, который был убит сам начальник. Мы на месте. Здесь живет племянник епископа? Снимает комнату на первом этаже. Так, окей. Дай мне управление. Вот так вот. Так, мадам. Что вам угодно, джентльмены. Добрый день, мэм. Нам нужен ваш постоялец, Генри Хэмфорд. Его нет дома. А я, как вы понимаете, не открываю дверей незнакомым людям. Вокруг полно проходилцев. Об этом мы и хотим поговорить. Вы из полиции? Нет. Генри наш друг. Его беспокоят подозрительные типы, которые снуют вокруг дома. Мы здесь по его просьбе. Я не удивлена. Мистер Генри, хоть и чудаковат с виду, но он умный и отзывчивый человек. Видимо, он заметил, как я переживаю. Утром у меня пропало постиранное белье. Скорее всего, кто-то из этих жуликов его стянул. С этого мы и начнем наше расследование. Позволите осмотреть ваш сад, а потом заглянуть в комнату нашего друга. Я не возражаю насчет сада, но пустить в комнату, вы же понимаете, без его ведома... Понимаю. Что будем делать дальше, Холмс? Давайте осмотрим сад. Так, давайте осмотрим сад. Там было совершено преступление. Украдено постельное белье, между прочим. Постиранное. Как-то так. Я понимаю, сад это вот это. Окей. Так, следы в первую очередь нам надо, скорее всего, будет обнаружить. Так. Сомнений нет. Это белье принадлежит домовладелице Генри. А, и где украденное? Похоже, кое-что из белья и в самом деле пропало. А мы прищепки зачем-то взяли. И-и-и-и-и-и. Опа. Из этого окна видно комнату племянника епископа Найтсбриджского. И что там? Труп, труп, нет, трупа нет. Так, это, я так понимаю, второй. Тут должен быть застоп. Чё тут должен быть? Тут должен быть застоп. Тут должен быть застоп. Но его нету. Палка. Небольшая кирка. Кирка. Так, зачем? Разбить окно? Подожди, киркой? Тут должен быть застоп. Ну, должен быть, но нет. Так, ладно, зачем мы подобрали? А, подожди. Закрыто. Закрыто. Так. Чё ещё у нас тут в огородике имеется? В саду? Панки. Привязаны одна к другой жестянке с едой. Провод достаточно длинный. Думаю, это примитивные ловушки, которые должны сигнализировать о появлении непрошенных гостей. Ну и кавардак. Ну они не зазвенели, значит их кто-то обрезал, да? Провод достаточно длинный. Ну здесь больше ничего нет. Окей, ладно, пока выходим. То есть кто-то залез, утащил бельё. И что? Как это связано с епископом и его племянником? Картошка. Крова. Здесь больше ничего нет. Выпивка. Спрятанная за бочкой. Так. Опа, дырка. Здесь кое-что интересно. В этом нет необходимости. А-а-а. Эта доска здесь недавно. Возможно, откуда-то переставлена. Она подогнана лучше других. Дыру просверлили совсем недавно. В этом нет необходимости. Мне нужен... Что? Что мне надо? В этом нет необходимости. В этом нет необходимости. В этом нет необходимости. А-а-а, тяпкой? Мы можем идти. Ну, естественно. Ну, естественно, тяпкой. Опа, алкоголь. Остатки трапезы. Кто-то был здесь, причём довольно долгое время. Ага, сидел, наблюдал. Вот в эту щёлочку. Как я и думал. Комната Генри отсюда отлично просматривается. Ну, естественно. Это подтверждает, что за юношей кто-то следил. Да. 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 Газета четырёхдневной давности. Четыре дня, мужик сидел. За племянником установили задолго до того, как был убит епископ. Интересно. По вашим оценкам, разговаривающийся недовольствие кризис укорожает примерно половину населения Лондона. Портал, где оборужает беднота, социальная русская критическая, ля-ля-ля-ля-ля. Сентябрь 1898 года. То есть, за ним следили ещё до убийства его дяди. Ничего интересного. Получается, он не связан с... Или его... Ну, это мы пока выводы делать рано. Ничего интересного, ничего интересного. Ещё какие следы, может, здесь есть, нет? Больше нихера ничего. Почки. Так, ещё одна дверь. Хорош. Следов никаких. Ничего больше нам тут не подскажет. Никаких подсказок. Так, я вижу дверь. Сдаётся. А, то есть, тут никто не живёт. Ммм. Как туда попасть? Так, подожди, это, наверное... А, вот дверь ещё. Нет? Так, ладно. Это нам надо выйти, получается. И сюда зайти. Закрыто. Но по-любому, раз сдаётся, значит, они в этом доме сидели. Ничего интересного. То есть, мы отсюда не выйдем. Так, ладно. Ты нам, может, про соседей скажешь? В этом нет необходимости. Ну, что, ключи есть? Закрыто. Закрыто и закрыто. А что делать-то? Закрыто. И закрыто. Вот тут ещё что-то не сделано. Ну, это мы выяснили. Это должно было звенеть, но оно не зазвенело, потому что его обрезали. Провод достаточно длинный. Суидс тоже мне тут ничего не говорит. Провод длинный. Провод, провод, провод. Можете... Чё-то мы с тобой, Ватсон, не нашли. Нас никуда не пускают. Лейка. О, грабли. Грабли? Зачем они, Холпс? Зачем грабли? Грабли зачем? Зачем грабли? Подобрали? Чё с помощью грабли можно сделать? Вот здесь? Грабли. Привязанные... Нет. У нас есть всего несколько точек, где мы можем что-то применить. Тут должен быть застоп. Грабли, 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 грабли. Грабли, грабли. Холпс подобрал грабли. Зачем? И чё-то закопано? У нас есть прищепки. Тяпка и грабли. Прищепка, тяпка и грабли. Прищепка. Ничего интересного. Ну как ничего интересного? Сарай. Опа! Вот это интересно. Этого я сделать не могу. Одежда. Ткань порвана. И когда он прыгнул, пиджак остался висеть на дереве. Пиджак. Брошенная одежда. Брошенная одежда. И чё с ней делать? Её изучить нельзя. Так, чё-чё-чё-чё-чё-чё. У нас по-прежнему есть тяпка. Может тяпка его здесь вломать? Ничего интересного. Одежда. Мы подобрали одежду. Здесь больше ничего нет. Здесь мы выяснили, что они смотрели за... За ним следили тут четыре дня. Чего нас внутрь не пускает, я понятен. Не это бельё у вас пропало? О, да, это оно. Где вы его нашли? На земле. Очевидно, его попросту сдуло ветром. Значит, его не украли. А мне было бы спокойнее, если бы я знала, что те прощалыги обычные воришки. К сожалению, это не так, мадам. Дело куда серьёзнее, чем вам кажется. Судя по всему, эти люди следили за Генри. Позвольте нам осмотреть его комнату. Боже мой, да что ж такое-то. Проходите. Первая дверь налево. Там открыто он не запирает. Никогда? Никогда. Ну, вы знаете, он всё делает не так, как принято. Живёт в своём собственном мире. Когда вы видели его в последний раз? О чём с ним говорили? Вчера утром. Он пробурчал что-то. Я не всегда понимаю, что он говорит. Когда вообще говорит. Иногда я задаю ему вопрос, а он смотрит в сторону. В пол, в потолок. Как будто не слышит. Я сначала удивлялась, потом привыкла. Да, я понимаю, о чём вы. Полагаю, иногда он бывает нервным. О, да. Если что-то его выведет из себя, он становится таким раздражительным. Оно и успокаивается тоже быстро. Только что кипело, вот уже замер как статуя. Психически неравновешенный человек. Окей. Так, первая дверь налево. Никогда не запирает. Это зря. Шарф, точнее. Так, ботинки. Так, куда-то, видимо, собирался, торопился. Может быть, он узнал про слежку. Очень быстро собирался. Ни шляпы, ни пальто. Ну, я говорю, убежал. Никому ничего не сказал. Мусорную корзину опустошили, а затем кто-то бросил в неё обрывки бумаги. Судя по запаху, там ещё лежала луковица. Лук? Давайте положим клочки бумаги на стол. Давайте. А, во-первых, мы зажжём лампу. Свеча ещё горячая. Погасла недавно. Зачем жечь свечи днём? Ватсон. Знаешь, есть такая штука, как невидимые чернила, которые проявляются только тогда, когда их нагреть. Сначала мы должны собрать письмо разорванное. Так. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у так уже вижу совпало так нет так это либо суда либо сюда и вот этот угол осмолить нарезали а так интересно интересно ищем дальше ровным краем так пойдет нет оси повернуть вот так тоже не подходит еще вот угол вот так пойдет до идеально хорош так 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 сейчас разгадаем так это какой-то из углов я пока здесь посидит вот еще с ровным до проходит нет 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 может быть здесь а может быть вот тут нет так смотри еще есть ровный угол ляха-муха как ах ты зараза вроде подходит но у него здесь неровный край лан подошло так подошло слишком чистый нет нужно вот этот наверно как долго все вот этот может нет здесь что-то с грязью должно быть связано его идеально так 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 по грязи по пятну идем по пятну вот так подходит до следующий грязный маршрут нет это вообще не отсюда вот он зараза только вот этот остался о идеально так 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 сейчас найдешь если не получается чистый вот здесь в этом стороне здесь все-все-все грязное поле нет наш вот этот раз мысля больше сгореть нигде и нету чё значит не так вот так тогда получается сюда вот здесь уже пошли с чистым зараза так ну вот этот тут только сейчас методом тыка остается было 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 вот так 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 найдем вот 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 и вот бумага чиста с обеих сторон все труды в пустую холмс не 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 может быть и нет ватсон надо нагреть вот мне нужно что-то еще и щепки да теперь бумагу да и греем так ring а стинген стрит пристань 132 южный эрик а дожди тринген стрит пристань сто двадцать три южными не означал на южный берег тринген стрит пристань какая еще раз 132 южный берег стринге стрит присты 132 нет смотри тринген стрит тринген стрит тринген стрит тринген стрит присты 132 южный берег тринген стрит тринген стрит ر Rahmen хлеб 역 bindical 2 южный берег 1 stringing street stringing street ну пристань учет не нашел нет мужчина все остальное нашлось ну ладно все нашлось начнется надо сопоставить оси 32 южный берег 1 пристань листань один так да не ставится stringing street южный берег здесь у нас 32 есть отожди 321 32 оси stringing street 1 а подожди 13 вот так stringing street 132 а южный берег пристань для хомух чё делать-то stringing street пристань 132 южный берег stringing street пристань 1 потом идет 322 южный ну stringing street пристань 1 32 южный берег 32 нет пинге стрит 32 южный берег пристань 1 ничего не понимаю надо еще подсказки найти внушительная библиотека для того кто живет один неужели он все это прочел впечатляет нам подсказок не хватает там не по непонятно как скрипка какая красивая но где футляр от нее здесь кое-что интересно чего дырка здесь кое-что интересно ну тяпкой шкатулка смотри реально тяпкой так найди способ открыть коробку а ух ты он нацарапал для себя цифры кода от замка латсон запишите их он нацарапал для себя цифры кода от замка так я еще вот здесь видел записано так вот здесь записано и еще записано записали мне не хватает информации записано писали я все записал замок очень сложный надо отдать должное хозяину юный генри умен 1 1 2 3 5 четверки нету 2 4 1 5 2 6 3 3 2 4 плюс 1 5 а как их сами подожди 5 3 4 2 3 1 6 здесь от числа какого не хватает тот и будет так 4 плюс 1 5 2 6 разделить на 2 будет 3 причем то разделить нету вот теорика это блять в этих вайкью тестах все эти встречаются за задачки смотри 4 1 5 как они связаны между собой только 4 плюс 1 будет 5 5 минус 1 4 2 6 3 3 2 6 что ли грин знает ухты 21 6 и 9 вот здесь число пропущен 21 18 6 21 минус 3 будет 18 18 минус 2 6 сложно 1 2 3 здесь 4 это легко 5 3 5 3 1 6 2 5 3 1 6 2 4 5 3 1 6 2 4 5 3 1 6 2 4 5 5 6 6 9 плюс 1 будет 10 10 10 плюс 2 12 6 10 3 до 10 и 7 11 10 8 6 здесь все на 2 уменьшается здесь все на 4 и плюс 4 7 а 2 4 4 6 5 6 6 2 5 1 5 6 6 6 3梵с а 3131 10 10 базague огнем ост편ие 5 минус 2 и плюс 1 резюм saja из凝у 4 stenthese году 6 и постройкой 7 arotototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototot igaototototototototototototototot Infooto toototototo 1321 2 время увеличивается из уменьшается здесь увели чем понимаем 21 6 9 уж вот так от 15 12 слишком большая разница 6921 2 и 4 как между себя тройки только не хватает и четверки весь всего 9 цифр от 0 до 9 но если мы везде все правильно сделают а там только вот это осталось тыкнуть хрен неправильно а муж все сложить 1 плюс 2 будет 3 3 плюс 3 будет но это будет уже 11 тут нет таких он здесь четверка про почта 1 2 3 4 5 или 1 и 2 это 3 3 5 это 8 8 минус 3 фиады как как связь-то сброс какая между ними связь то непонятно ладно слишком сложно я просто не понимаю связь между этими цифрами там надо либо по столбику либо по линии считать либо вычитать все либо складывать и делить на количество строк можно как угодно по просчитать чего вот с этим делать не могу понять стринген стрит но я все правило сделал стринген стрит пристань 1 от на одной строчке находится 32 на другой строчке банк подождяйся южный берег 32 стринген стрит пристань 1 нет стринген стрит южный берег 32 пристань 1 1 2 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 8 8 7 9 9 9 32 так южный берег стринген стрит 32 пристань 1 южный берег пристань 1 ринге 332 тоже нет уж как хочешь перетыкал ну короче дать мы с вами на завершим тут надо думать тут надо сопоставлять улка как они связаны как надо складывать вычитать 4 никак они не связаны между собой вот эти числа только 2 умножить на 3 будет 6 5 минус 4 будет 1 ну тут тут разные тут вычитание тут умножение все под одну идет гребенку так под одну 9 умножить на 6 никак 21 не будет 9 плюс 1 10 10 плюс 2 12 очень сложно все непонятно и с этим стритами что делал тоже непонятно вы тоже давайте думаете а тут только я один думать и давайте мне подсказки там пишите но сегодня все тогда всем спасибо за просмотр всем спасибо за комментарии всем удачи всем пока